всем привет компания радостра алексей на связи сегодня у себя на участке в поговорил хотел поговорить с вами септики компрессорным часто становится популярна достаточно устанавливать компрессорные септики с компрессором аэрационные и вот я обслужил свой септик недавно откачал его обслужил погода классная на улице весна хорошего настроения тоже желаю солнышко припекает в общем септик такого плана сейчас уже не редкость для домашних хозяйств у меня видео на канале есть интересная история этого появления септиком есть раньше бетонные кольца были ну как раньше были они сейчас там оставить вам видите бортик такой торчит я прям в бетонные кольца его закопал септика ну кому интересно посмотрите в общем но факт том что кольца это за три года проживания жиром у меня заросли вода перестала уходить и я воду откачать начал туда-сюда но и в конце концов думаю хватит уж качать сами септики устанавливаем клиентам как сапожник без сапог думал на септик поставить хороший поставил но сразу скажу что септик вот этот он не супер септик это я где-то взял там на самом деле они очень качественные септик мы его много дорабатывали с ребятами из оникса геннадию спасибо отдельно поставили компрессор раньше он был по типу евролос тут орошение стояла который ни хрена не работала он вонял ну вот мы несколько этапов его доработали септик сделали из такого будем так говорить как он называется вспомнил слово аэробный анаэробный данный септик у нас аэробный теперь с компрессором работает очистки воды в таком септике она ну процентов на 30 может быть на 40 лучше чем разные другие септики отстойники и так далее других типов поэтому сейчас септики с компрессорами набирают популярность и я в общем то что хотел рассказать хотел рассказать как обслуживать такой септик у вас если у вас топаз там многие другие септики оникс евролос с аэрацией молокит скорее всего очень похожее будет устройство как он устроен сейчас я расскажу в двух словах здесь у нас идет компрессор у нас в данном случае выносной компрессор потому что мы его ставили отдельно от септика уже потом дорабатывали септик вот такой компрессор стоит производитель сейчас я не скажу но если надо будет узнаем компрессор соответственно работает от электричества 220 он через такой вот гибкий резиновый патрубок подает вот воздух на коллектор такого типа и из этого коллектора через разные отверстия воздух под давлением направляется к потребителям самый главный потребитель воздуха компрессор это аэратор в нашем случае аэратор стоит во втором отсеке септика вот так производитель оникс порекомендовал поставить вон видите там такое бурление идет это работает подача воздуха с этого коллектора дальше у нас есть аэрлифты два аэрлифта из 2 камеры первую из 3 камеры во вторую вот они так выглядят чтобы они работали к ним тоже подходит воздух вон видите воздух и аэрлифты эти начинают перекачивать жидкость и создается такая имитация речки знаете вот такая сейчас септик не очень кстати грязный но немного жир и плавает и все мы его но обслужили почистили поэтому как раз время хорошее чтобы стать чтобы не портить ваш это аппетит и все остальное этими но вы поняли нечистотами на чем я остановился в общем есть два аэрлифта которые переливают создают имитацию движения во первых воды то есть речка такая получается вода по кругу движется то есть вода попадает у нас первый отсек переливается отстаивая спермотеки окисляется примеси во второе здесь уже аэратор стоит и активный юл с бактериями забрасывается первый отсек для переработку примесей здесь у нас аэрация происходит размножаются аэробные бактерии которые разлагают примеси на юл то есть если человек вот меня спрашивают например бывает как работает септик я привожу пример желудка вот в желудок поступает еда человек эту еду в ван подошел в гости человек эту еду переваривает и из него выходит ну сами понимаете что а септик он по принципу такого же вторичного желудка устроен то есть есть свои бактерии аэробные анаэробные разного типа смешанные бактерии и попадая туда остатки человеческой пищи также перерабатываются этими бактериями и в конце концов превращаются в ул который отсаживается на дне активный ул так называемый чтобы вода не протухала она должна по примеру вот знаете можно привести пример такой речки быстро текущей или водопада чем больше воздуха и движение тем лучше чище вода в септике примерно тот же принцип вода должна быть богатой кислородом обогащаться и вода должна двигаться у нас движение достигается за счет того что избытки воды излишки из первой камеры попадают во вторую это естественный путь движения воды через переливы третью камеру и в четвертую здесь уже откачивается насосом ну в открытый грунт я это снимал видео отдельной зимой и летом пофигу откачивается ничего не замерзает главное наклончик в сторону септика чтобы был дальше помимо того что вода естественным образом так циркулируется и отстаивается примеси здесь есть дополнительная циркуляция через вот эти аэролифты здесь я как уже сказал из второго в первый забрасывается вода со дна из третьего во второй также и жироуловители вот видите стоит тоже к нему подходят компрессора один патрубок жироуловителя здесь вот плавает жир на поверхности жироуловители его ловят и забрасывает туда сторону камеры активной переработки аэрационной здесь же бактерии аэробные делают свое дело также вот этот септик может смешанный тип бактерий содержать ну например здесь у нас могут быть аэробные бактерии которые появляются заводятся сами никаких кстати примесей скидывать не надо сюда все само происходит а здесь могут быть уже анаэробные бактерии которые перерабатывают остатки гнилостной гнилостных этих продуктов вот так вот устроен септик аэрационный на примере работающего септика этому септику уже три года у нас выглядит он неплохо пока работает тоже в принципе сейчас вот сносно после обслуживания я его обслужил обслужил компрессор обслужил вот эти форсунки воздушные самыми его откачал если интересно как обслуживать аэрационные септики я запишу второе видео смотрите на канале в принципе можете сами это делать не обязательно вызывать людей вам понадобится ну пару инструментов отверточка здесь просто гвоздик разные диаметра откалибровать вот эти форсунки но это я все отдельно сниму расскажу в данный момент септику так работает он кажется дает какой-то шум небольшой но целом на огороде и не слышно запаха никакого нет вода достаточно прозрачная вытекает из септика спокойно растекается по участку ничем не пахнет ничего там не плавает все пока штатно работает в общем если вам понравилось поддержите канал наш и я продолжу это репортаж сниму как обслуживать этот септик я думаю тоже будет полезно еще много тем можно обсудить интересных например можно отличие септиков от выгребных ям потому что некоторые люди септик из бетонных колец септик из бочки 200 литровой и все септик но на самом деле разница есть в данном случае мы видим станцию глубокой очистки и переработки стоков которые ну как работают я уже описал еще раз можно пробежаться компрессор нагнетает воздух под давлением у него есть определенный объем здесь у нас происходит система аэрации и перелива и секции в секции септика и какие-то газы которые возникают кстати компрессор он дует мощный достаточно объем воздуха я сейчас не буду пальцем небо попадать но приличные по качестве кубометров в сутки поэтому еще нужен какой-то у меня в таком виде пока это реализовано отвод газов если отвода вот этих газов нет тоже может септик некорректно работать так что вот такое устройство про устройство рассказал вас и будут задавать и обсудим все чем видео запишу как обслуживать данный септик расскажу чтобы вы сами это делали дома с помощью подручных инструментов компании рады строй всех благ удачи до свидания